Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить скачать программу VPN и поставить в местоположение любую другую страну, кроме России. Например, США, Калифорнию, Канаду или что-нибудь такое. Это будет огромный вклад в наш канал. Всех очень сильно любим. Всем привет! Я заболела. Ну как заболела? У меня красное горло. Оно прямо у меня болит. Вот, душка вся красная. Я пью с такими мешутки чай с лимоном, варю-ка там кашу с грудкой куриной и себе компот, и потом пойду посплю. Вот видите, варится куриная грудка, и здесь варится компотик мне, потому что когда болеешь, нужно много пить, чтобы вводить токсины. Но на самом деле сегодня не сильно хорошо, как-то к вечеру мне похуже стало, поэтому я сейчас хочу поесть, пополоскать горло, выпить таблетки, пойти лечь спать. Хотя у нас еще рано. Я сегодня не работала, хотя планировала. Ничего для вас интересного не наснимала, буду снимать завтра. Я прошу прощения, но, к сожалению, так вышло, что я приболела или заболела, не знаю. Алина с Олегом нам на Новый год подарили варенье из сосновых шишек, и мама мне отправила его открывать и есть. Она сказала, что оно очень вкусное и что там очень много витаминов. Оно поможет. Вот, что здесь написано. Уникальный экологически чистый продукт, целебные свойства варенья. Отличное профилактическое средство для очищения дыхательных путей, укрепления десен. Применяется при гриппе, простуде, бронхите, кашле и ангине. Вот видите. Как его хранить? Надо до сети пяти. Где его хранить мне? В холодильнике, когда открою. Напишите, кто пробовал. Сейчас я чаек себе сделаю. Съем бутерброды. Хотя, ну, я ужинала. Вот, но я как-то людей хочу есть, а вроде не хочу. Такая бечевочка. Я очень давно, кстати, хотела попробовать варенье из шишек, но как-то все мы не покупали. Все фишка в шишке. Ага. Может пойду намокнуть. Она сама открыла. Пахнет интересно очень. Ну, пахнет хвоя такой елочкой, но не сильно. Мама сказала, съешь шишки. Я не могу понять, они что-нибудь. Мягкие? А, ну да, мягкие. Можно есть вообще или нет? Ну что, всем привет. У нас сегодня среда. Мне уже полегче. Ну вот, слава богу, я сейчас пойду работать. Скажи, привет-привет, лямушка всем. Я надеюсь, вы нас простите за то, что мы во вторник для вас ничего не поснимали. Но было действительно мне нехорошо совсем. И лям тоже переболел. Мы сейчас с ним немножечко... Ну, слышно, по-моему, голос в любом случае. Мы сейчас немножечко с ним полечимся. Вот. Потом я пойду покушаю. И он пойдет покушает. И потом я пойду работать, и он будет смотреть мультики. Так как у славы день рождения завтра, и мы в субботу идем к нему на день рождения, мы ему купили по маминой наводке вот такой вот чайник. Хюндай. Вот здесь есть регулировка температуры. Здесь можно выставлять температуру, какую нужно сразу. Почему именно такое? Я вам сейчас его поближе покажу. Красивый очень мне нравится. Потому что он пьет всякие чаи, которые требуют специальной заварки. Вот такой вот чайник. И вот такая вот база. Вот видите, здесь 50, 80, 90, 100 градусов. Он сам по себе стеклянный. Здесь еще дополнительный фильтр от накипи, что очень круто. Никита вчера съездил, забрал. Пока мне плохо было. Вот. Так, где-то стояла здесь. А, там. Назад закрываем. Никита мне дал задание запаковать подарок. Сказал, что в такой коробке мы не понесем. Я надеюсь, что Слава это видео не посмотрит, потому что он смотрит некоторые мои видео. Будем надеяться, что если посмотрит, то после дня рождения своего. Ну, если посмотришь, то сделай вид, что ты... Ой, мамочка моя, что ты этого не видела. Ёлка сыплется просто ужасно. О, видите? И я думаю, что вот завтра у нас пятница. Завтра, скорее всего, как раз Никита поздно придет с работы. А вот завтра он придет, как обычно. И, ну, это просто ужас. Вот, и я буду убирать игрушки. Потом мы ее стрясем и вынесем, потому что, ну, ее нет смысла. Во, осыпалось просто все. Чуть дотрагиваешься. Я понимаю, что пока я буду снимать игрушки, она и так вся осыплется. Вид, конечно, поставляет желать лучшего. Жалко, конечно. Ёлочка классная была очень. Но я очень рада, что мы в этом году все-таки поставили живую ёлку. То, что Никита у меня уговорил, и мама уговорила, что были некоторые нёмцы. Вид мой, это просто ужас. У меня там кипит вода. Вот, но я сейчас сначала хочу погреть специальной лампой себе лимфоузлы, нос, уши и ляму тоже. А потом мы придем и будем варить вареники. Так я вот хочу сварить вареники с чернухой. Кстати, сейчас вам покажу. Я купила кашу, но я что-то как сегодня почитала, как ее варить, то я уже перехотела ее варить. Но сегодня не буду, потому что мы долго спали из-за не очень хорошего самочувствия. И теперь я хочу пойти работать. Крупа кукурузная. Видите, кто варил? Короче, во-первых, я хотела варить с молоком, но тут оказывается, что она в любом случае варит с молоком. То есть сразу вода, потом добавляется молоко, варится сразу 20 минут, потом еще 20, а потом она еще в духовке оказывается. Я, когда покупала, я, конечно, почти так не додумалась, как ее делать, но это какой-то геморрой. Сейчас варить кашу. Не знаю, что сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Палец прищемил, блин. И еще хотела вам порекомендовать. Я сейчас почти при каждой болезни, если у меня фарелегид, здесь что-то написано, сейчас скажу вам. Синофит, острыхронические бронхиты. Вот такие вот таблетки деломертолфорфа. В чем суть? Они в капсулах, там внутри масла. Эта капсула разрывается, если у вас внутри и масло попадает в дыхательные пути, вам намного легче. Если болит горло, если каши, мне первый раз выписывали... Слушайте, два года назад практически я заболела очень сильно в деревне. Мы были в отпуске, у меня был очень сильный кашель, прям просто удушающий. Мы поехали к частному педиатру, но он мне выписал. Вот, и до сих пор я покупаю. Они стоят недорого. Естественно, прочитайте, пожалуйста, инструкцию, противопоказания, возможно, проконсультируйтесь со своим брючом, но это просто такая рекомендация. Я сейчас при каждой болезни, если с горлом, ну именно с мязаной, а у меня, как правило, с горлом, плюс у меня, как только горло, у меня опускается на уши и на нос. И это очень большая проблема, прям, я говорю, я к старости оглохну. Вот такая вот у нас лампа. Биопатрон. Сейчас мы ей... Лям, куда ты смотришь? Лям! Мне кажется, у него самого температура невысокая, но... Ну, вчера была 37. Сейчас забрал лампу, будешь уже греть себе носик. Сейчас включим розетку. Давай. Включу. Смотрите, как миленько спает. Пупсики. Кстати, спрашивали, что у Салли с глазом. Так вот, у него такой глазик, у него заворот века, мне такого ему дали. Так вот, это был вроде как подарок от моей крестной. Она разводит этих котов. Вот, поэтому у него такой глазик чуть призакрытый. Я об этом рассказывала в нескольких видео, просто такое впечатление, что видео многие не смотрят, точно так же, как спрашивают, где Алиса, а где Лёва. Лёва был продан почти год назад, даже уже больше. Алиса была продана чуть ли не три года назад, но вы что, смеётесь? Вы считаете, что у меня серебро, я не буду три года с ним снимать видео? Ну, это абсурд какой-то просто. Сегодня у меня в кабинете довольно-таки тепло. Будет я, кстати, уже вот здесь прошила. У меня сейчас без подогрева было 17 градусов, почти 18, с подогревом 21,5, 22,3. Сейчас я поставлю разогреваться голову в ламп для прошивки. А тепло так в кабинете, потому что сегодня на улице. Плюс довольно-таки тепло, поэтому и плюс у нас на балконе. Кстати, хочу вам показать, что мне подарил Никита на Новый год, потому что пакет этот стоит уже долго и убрать его. Так, где-то мы вскрывали. Вот так вот. Это две... У меня нос, конечно, еще завален, слышно прям, кстати, тяжеленькие очень. Такие тарелочки сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, какие. Такие вот. Красивые, такие как из ресторана. На завтраки, на обеды. Они такие углубленные немножко. Мне нравятся очень-очень красивые. Я давно такие хотела. Две штучки мы купили. Возможно, потом докупим еще, но я все-таки хочу, чтобы у нас дома были сервизы, а это такое, знаете, для себя лично. Ну, то есть позавтракать вдвоем, там, сесть просто красивенько. Дальше это заварочный чайник. Я его очень хотела, кстати. Видите, царапины, и мы думали, на пункте выдачи вот этот вот алмазик скручивается и прикручивается вот сюда вот. Хорошая очень крышка, потому что очень много крышек деревянных, они плесневеют. Это же металлическая. Короче, мы думали, что это такая покоцаная крышка. Оказалось, что это пленка. Если бы нам не сказал сотрудник пункта выдачи, мы бы его обменяли. Так, сейчас. Там еще, вот видите, тряпочка для него и очень красивый чайничек. Никита хвалился моим родителям, что купил мне на Новый год такой красивый чайничек, вот такой вот заварник. Пишите, как вам. Мне очень нравится заваривать всякие рассыпные чаи. Очень красивый. И еще две красоты. Тоже я давно их хотела, их не было в наличии, как только появилось. Сразу же мы мне заказали. Это просто волшебные кружки. Я от них в восторге. Смотрите. Вот такая вот. Смотрите, какая красота. Весенняя такая. Прям. Вот. Для чая. Это ручная работа. И к ней идет к ней идет блюдце. такое вот красивое блюдце. Вот все выглядит. И вторая, как вы можете догадаться, это тоже кружечка. При том, что это все прилично стоит, эти кружки, они довольно-таки дорогие. Такая вот, посмотрите, какая тоже красота. такая весенняя, летняя. Мне там понравились еще две, я хочу еще две докупить до комплекта, то есть все с разными рисунками, но они мне безумно нравятся. И тоже здесь блюдце, и здесь блюдце уже, ну не буду его вам доставать. Сейчас покажу. Оно вот такое вот. Ну, в общем-то, напишите, как вам, мне нравится очень, и форма, я вообще в восторге, честно говоря. Хотя Никита не понял особо моего восторга, еще, ну там приличная на самом деле цена за эти кружки, но мне не очень нравится, прям вот, я буду от них балдеть, я понимаю, что я буду от них просто в восторге, буду из них пить с удовольствием. кружки.